Виктория Шаре 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 за показателями пульса, за приемом и корректностью приема назначаемых препаратов. Чтобы капризы погоды переносились легче, медики советуют исключить тяжелую и жирную пищу, больше двигаться, гулять на свежем воздухе. Тем более погода позволяет. Оттепель и снегопад, внезапно сменившие морозы на прошлой неделе, отступили. В ближайшие три дня в Самаре и области ожидается настоящая зимняя погода. Будет солнечно и без осадков. В ночные часы температура воздуха будет опускаться даже ниже 20-ти градусной отметки, а дневные температуры будут держаться вблизи 10-ти градусной отметки. К выходным морозы ослабеют, пойдет снег. Погода для последних дней ноября нормальная, говорят в гидромедцентре. Аномалии не отмечают. 30 ноября по народному календарю Григорий Зима указатель. В этот день наши предки закатывали зиму, кувыркались по свежему снегу и старались укатиться как можно дальше, чтобы следующий год был удачным. А еще в этот день судили о характере будущей зимы, которая уже здесь. Олеся Корецкая, Василий Колдашов. События. Самарские дворы на особом контроле. Управляющие компании в усиленном режиме приводят в порядок уверенные им участки после прошедших снегопадов. Напомню, претензии возникли после того, как в выходные многие из них не справились с уборкой снега. Но есть и исключения. Как нужно содержать двор, увидел Олег Зверев. Трактора и автопогрузчики на этих дорогах столь же привычны, как и припаркованные вдоль тротуара машины. Это одна из тех управляющих компаний, у которой нет проблем с уборкой даже в самые сильные снегопады. Юлия Курносова – новосел в этом квартале. По ее словам, все организовано так, что явления природы здесь не превращаются в стихийные бедствия. Удобство в том, что можно пройти спокойно, куда нужно – в магазин, дойти до поликлиники, до школы. Сейчас техника убирает остатки наледи и снега на участках, которые покидают припаркованные машины. Впрочем, снег с этого двора выводят регулярно. Управляющая компания заключила договоры с тремя подрядчиками. Уборочный парк пополняется ежегодно. Оснащенность техникой. Мы на протяжении последних пяти лет каждый год покупаем трактора для уборки. На сегодняшний день у нас, представьте, 26 домов, 5 тракторов, 4 мини-погрузчика и один большой Амкадор. Это одна из наиболее дисциплинированных управляющих компаний. А многие другие после сильных снегопадов пришлось наказывать за халатность. В понедельник на совещании глава города Олег Фурсов отметил, что есть еще и такой механизм, как отзыв лицензии. Причем воспользоваться им могут не только власти, но и сами жители. На данный момент привезено в порядок уже 70% самарских дворов. Были задействованы 120 единиц техники, работали 2500 дворников. По поручению главы города ведется мониторинг работы управляющих компаний. Причем ежедневной составляются маршрутные карты. То есть мы с вечера знаем, где конкретно будет работать техника в разрезе каждой управляющей организации на завтрашнее утро. И мы уже по часам причем. И мы уже понимаем, где она и смотрим. Если она не выходит в соответствии с маршрутными картами, то также управляющие организации привлекаются к ответственности. Сегодня городские службы получают прогнозы о предстоящих снегопадах заблаговременно. И у них есть все возможности вовремя приводить территорию своей ответственности в порядок. С теми же, кто допускает снежные завалы, скорее всего придется расставаться. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События. Продукты к новогоднему столу можно будет купить по сниженным ценам. Небольшие сельскохозяйственные ярмарки организуют примерно за неделю до Нового года. Глава Самары Олег Фурсов поручил районным властям подобрать подходящие площадки для торговли. На совещании в мэрии подвели итоги работы осенних ярмарок и самой крупной на площади Куйбышева. Она по просьбам горожан и фермеров была продлена на целый месяц. Департамент потреб рынка еженедельно проводил мониторинг цен и сравнил их со стоимостью аналогичных товаров торговых сетях. Так, на ярмарках цены были ниже, чем в магазинах, в среднем на 10%. В этом году впервые на главной площади Самары пенсионерам предоставляли и бесплатные места для торговли. Основными участниками ярмарки стали производители практически из всех районов Самарской области и соседних регионов. В городе развернуть необходимые мини-ярмарки. Либо это торговля с колес, либо это торговля у проходных предприятий, либо во дворах. Для того, чтобы за неделю до нового года люди могли купить, дополнительно купить продукцию по сниженным ценам. Мы с вами периодически делаем такие акции и в канун 23 февраля, 8 марта, и в апреле. Продажи автомобилей «Лада» в ноябре могут вырасти на 18% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал президент «АвтоВАЗа» Николай Амор на рабочей встрече, которую провел губернатор Николай Меркушкин. В совещании приняли участие также топ-менеджеры компании и руководство областного Минпрома. Сегодня завод занимает пятую часть отечественного авторынка. По мнению экспертов, рост обеспечивает в основном новые модели. Это «Лада Веста» и «Х-Рэй». Обсудили и вопросы поставок автокомпонентов. Эта тема была одной из главных, когда недавно завод посетил полпредпрезидента России в ПФО Михаил Бабич. Предприятие готовится отметить 50-летие первой вазовской машины. План поддержало российское правительство. Он предусматривает строительство в Тольятти социально значимых объектов. На юбилейные мероприятия запланировано 48,5 миллиардов рублей. Депутаты губернтской думы решили увеличить налог на яхты и гидроскутеры. Насколько вырастет сумма обязательных отчислений, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Цена нефти подскочила почти до 50 долларов за баррель. После заявления Ирана о готовности снизить добычу черного золота. Доллар тоже растет. На 1 декабря Центробанк установил курс американской валюты на отметке 65 рублей 23 копейки. Евро 69 рублей 34 копейки. Золото стоит 2479 рублей, серебро 34 рубля 83 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 67 рублей 17 копеек, дороже всего продать за 64 рубля 4 копейки. Со 2 декабря начнут набегать пенни тем, кто вовремя не оплатил налог на имущество физических лиц, транспортный налог и земельный за 2015 год. Сумма будет увеличиваться каждый день. Так что время заплатить налоги и спать спокойно еще есть. А в Самаре депутаты губернской думы рекомендовали повысить транспортный налог на мотоциклы, гидроциклы и яхты. Ставки предлагают поднять в полтора раза. Сейчас сумма, например, для яхт составляет в среднем 30 тысяч рублей. По предварительным подсчетам, это повышение может пополнить областную казну примерно на 100 миллионов рублей. На этом все. Удачи в делах. Погорели на пустяке, не смогли завести машину и попали на скамью подсудимых. В Самаре стартовал процесс по делу об угоне автомобилей. Обвиняемые пятеро жителей Большечерниговского района. По версии следствия, за полгода они украли шесть машин. Из зала суда Алина Чемерес. В зал суда обвиняемых в краже автомобилей заводят, когда остальные участники процесса уже собрались. Четверо мужчин взяты под стражу, один находится под подпиской о невыезде. Заседание открытое, но подсудимые и адвокаты возражают против присутствия прессы. Судья разрешает журналистам остаться, но допрос потерпевших остается за кадром. Их шестеро у всех в этом году угнали машины. Следователи уверены, пятеро мужчин из Большечерниговского района воровали автомобили в Самаре с февраля по июнь. Интерес у них вызывали отечественные машины. Поймать угонщиков помог случай. В ходе хищения одного из автотранспортных средств обвиняемые не смогли завести двигатель автомобиля, после чего были задержаны сотрудниками полиции. По исследовательным материалам дела они вину признают частично. Они признают факт хищения автотранспортных средств, однако не согласны со стоимостью данных средств. Спорим их стоимостью. Так как это влияет на тяжесть обвинений. Потерпевшие и представители подсудимых с журналистами общаться отказались. Сегодня только первое заседание предполагаемым угонщикам официально предъявили обвинение. Автомобили возвращены троим владельцам, где остальные машины пока неизвестно. По версии следствия, угонщики действовали сообща. В банде было распределение преступных ролей. Наказание для подсудимых будет зависеть от степени участия в преступном сообществе. Им может грозить более пяти лет лишения свободы. Алина Чемери, Станислав Левин, События. 29 ноября 1967 года Владимир Высоцкий собрал невиданную для него аудиторию. Около пяти тысяч человек на одном концерте в Куйбышевском ледовом дворце спорта. Почитатели Владимира Высоцкого отметили очередную дату его творчества. Уникальные музейные экспонаты и непопулярные песни в эксклюзивном репортаже Сергея Кизоркина. Постук крут перед раздельным. Крут, ветвый. Голос, манера исполнения. Если не видеть, кто поет песню, можно подумать, что слушаешь запись Владимира Высоцкого на магнитофонной ленте. Самарского барда Сергея Лысенко в узком кругу называют не иначе, как Самарский Высоцкий. В его репертуаре несколько песен легендарного актера театра на Таганке. Это все от души, потому что не от души это невозможно сделать. Это просто нереально. Поэтому либо ты делаешь так, как чувствуешь, либо ты не делаешь это никак. Песен очень много хороших у него, которые мне нравятся, которые мне близки, но которые я не могу прожить. Я не берусь их исполнять. Только те, которые я прям совсем прочувствовал и понимаю, о чем там речь. 29 ноября ветераны городского молодежного клуба встречаются в музее Высоцкого. Творческий вечер в камерной обстановке. В перерывах между песнями вспоминают 1967 год и концерты Владимира Высоцкого в Ледовом дворце спорта. Борис Смольник тогда был штатным фотографом клуба. Именно клуб и организовал приезд актеров Куйбышев. Разрешение пришлось просить у секретаря обкома КПСС Владимира Орлова. Сделанные тогда фотоснимки сегодня можно увидеть в музее Высоцкого в Самаре. Некоторые экземпляры хранятся у фанатов США. Был очень фотогеничный парень в белой рубашке, 10 кадров, из которого можно было сделать что-то хорошее, по крайней мере точно. Отобразив его образ, вот этот рывок к людям, как он подавал песню. Я очень рад, что я, так сказать, при жизни Володи его видел вот так, в закулисе двумя словами общался. Он всегда куда-то торопился. 29 ноября 1967 года Владимир Высоцкий в Куйбышеве дал два концерта. Количество коллективных заявок превышало вместимость Ледового дворца в несколько раз. Только завод имени Фрунзе требовал 2000 билетов. Всего же песни в тот вечер услышали всего 12 тысяч куйбышевцев. Среди них был и 13-летний Михаил Трифонов. Знаешь, что Высоцкий должен приехать, но не знали, когда. Я помню, мы час сидели в Одессе спорта и ждали. И комар прилетит, было слышно. Такая тишина была. Только чуть-чуть там кто-то переговаривался сзади. И когда Высоцкий прижинистым, бодрым таким, быстрым шагом выбежал на сцену, прижав гитару груди, поклонился, извинился за опоздание, зал взорвался аплодисментами. Высоцкий перед многотысячной аудиторией выступал впервые. До этого он считался камерным и домашним певцом. Впервые для его концерта именно в Куйбышеве была выпущена афиша. Экземпляр с его автографом хранится в Самарском музее Высоцкого. Как засмотрится мне нынче, как задышится воздух крут перед грозой, крут довязок. Сергей Кизоркин, Артем Сулайманов. События. Крайних больше не будет. На смену стихийной и живой очереди приходят электронные. Специальные терминалы установили в трех медицинских учреждениях области. В Самаре, Тольятти и Ватрадном. Из областного бюджета на это направили почти 6 миллионов рублей. Программа электронной очереди вместе с интернет-ресурсом поможет разгрузить поток пациентов и упростить работу больницы. Как это происходит на примере 4-й городской поликлиники, расскажет Олеся Корецкая. Анастасия Моисеенкова готовится стать мамой. На прием в женскую консультацию 4-й горбольницы приходит регулярно. Живые очереди вспоминает с ужасом, поэтому электронную систему записи на прием сразу взяла на вооружение. Это не надо занимать очередь, то есть приходить сюда голодными, стоять. Определенно приходишь ко времени, тебя видишь, свою фамилию, имя, отчество на экране, заходишь. То есть по всем удобству. Программный комплекс «Электронная очередь» установили в 4-й горбольнице пару месяцев назад. Все это время врачи и пациенты привыкали к новой системе. Пользоваться предельно просто. На сенсорном экране категория медицинской помощи. От регистратуры до приема узких специалистов. На талоне номер, по которому человека через большие мониторы вызывает система оповещения. Нет такой скучности около регистратуры, около окон. И люди могут присесть, подождать, когда их вызовут непосредственно к какому-то кокошечку. Плюсы электронной очереди ощутили и врачи, и пациенты. Терминалы работают в единой программе регистрации. Записаться к врачу можно у аппарата, в регистратуре или на сайте. Ну, живая очередь у нас уже это понятие давно отсутствует в больнице. Потому что мы стараемся, чтобы пациенты принимались по времени, которое указано в талоне. А сейчас стало намного удобнее. То, что они видят, не поставив на экране имя отчества, и спокойно заходят к доктору. Программа электронной очереди внедряется в Самарской области второй год. В прошлом году терминалы установили в семи медучреждениях. В этом году оборудовали еще три. Очень аккуратно, внимательно работаем с учреждением. Важно, чтобы и администрация, и коллектив, и инфраструктура учреждений готовы были к этому мероприятию. В следующем году программу электронной очереди запустят еще в пяти медицинских учреждениях. В областном бюджете на это запланировали около шести миллионов рублей. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События. Научно-исследовательские работы на тему истории Отечества и родного края создадут самарские школьники. В городе пройдут традиционные патриотические чтения имени маршала Александра Василевского. Об этом объявили на заседании Координационного совета в Городской думе. Также подвели итоги патриотической работы за весь год. О самых ярких событиях расскажет Марина Кравцова. Год, насыщенный на события. 55-летие первого полета человека в космос и первый старт самарской ракеты с нового космодрома Восточный. 75-летие присвоения Куйбышеву звания запасной столицы. Календарные поводы стали прекрасным полем для патриотической работы. Итоги подвели на заседании Координационного совета по патриотическому воспитанию в думе города Самары. В мае мы традиционно праздновали День Победы. Торжества прошли в каждом районе Самары. Это действительно способ сохранить для потомков правду о Великой Отечественной войне. Огромное значение имеет и парад памяти 7 ноября. В этом году в нем участвовал по разным оценкам от 30 до 40 тысяч человек. Такое количество участников – рекорд за все годы проведения парада памяти. Особое значение это событие имеет для юного поколения. Многие школьники впервые становятся участниками столь важных для всей страны акций. К тому же в этом году гостями парада стали представители шести дипмиссий иностранных государств. Если, как я сказала, уже в 2011 году был только город Самара, потом присоединились с 2013 года все 37 муниципалитетов. В 2014 году все регионы Приволжского федерального округа, плюс Воронежская область, плюс Севастополь. И в этом году мы уже перешагнули границы Российской Федерации. Курс верный, будут его и развивать. Предложение общественников больше говорить о почетных гражданах города и области. Их жизнь – пример для подрастающего поколения. В школах организуют показ документального кино о героях нашего времени. Эти фильмы о людях, о людях нашей области, они, конечно, имеют громадное воспитательное значение. Я вот металлогом стал благодаря документальному кино, которое было в войну и после войны особенно, где показывали, как разливают сталь. На заседании подписали соглашение о проведении патриотических чтений имени маршала Александра Васильевского. На конкурс свои исследовательские работы представят ученики 5-8 классов самарских школ. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События. Символическая сборная России по футболу заняла третье место на турнире, посвященном жеребьевке Кубка Конфедерации. Сергей Кизоркин расскажет о прогнозах болельщиков и о том, кто победил на соревнованиях. Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и, значит, вы смотрите Самарские новости спорта. День жеребьевки Кубка Конфедерации по футболу Самара встретила футбольным турниром среди любительских команд. Соревнования полностью имитировали будущий розыгрыш Кубка. Каждая из восьми команд по жребию представляла ту или иную сборную. Хозяйки чемпионата мира 2018 Россия, действующий чемпион мира Германии и представители шести футбольных конфедераций планеты и обладателей Кубков своих континентов. Австралия, Чили, Мексика, Новая Зеландия, Португалия и чемпион Африки, который определится в феврале. Сильные у нас составы сейчас у команд, поэтому каждая игра интересная. Фавориты могу выделить. Это занявшие первые места сейчас в своих группах Германия и, как ни странно, Россия. Но здесь у нас у России очень хороший состав. В полуфинале Самарского турнира Россия уступила Австралии, а Германия проиграла Новой Зеландии. До финала добирались тяжело. Сначала играли с фаворитами турнира команды России. Там в сухую проиграли 7-0. Но дальше в тяжелых матчах, конечно, все в борьбе проходили. Дошли, вышли из группы и в итоге в полуфинале, в упорной борьбе 1-1. И серия пенальти от лотереи уже победили. Братарь выручил нас. Молодец. Кубок конфедерации под эгидой FIFA проводится с 1997 года. В 2001-м его решили проводить в стране-организаторе будущего чемпионата мира. В России турнир стартует в июне 2017 года. Мы за сборную России в любом случае всегда болеем. Пусть не очень удачно складываются у нас матчи. Мы, конечно, сейчас слабые по игре, по физической подготовке. Надеемся, надеемся, что выступим достойно. Но если реально смотреть, то, я думаю, проиграем практически всем. Кто выиграет Кубок конфедераций? В прогнозах осторожны даже эксперты. А в Самарском футбольном дерби победила Австралия со счетом 4-1 Новую Зеландию. Россия на третьем месте. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Мы рады сообщить вам, что у нас уже более 11 миллионов просмотров на Ютьюбе. Подписывайтесь на Самары ГИС и смотрите все самое интересное. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложения для смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Все вам доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...